Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи» студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. 29 октября 1914 года жители портовых городов России на Черноморском побережье Одессы, Севастополя, Феодосии, Керчи, Новороссийска, Ялты проснулись от разрывов снарядов. Турецкий флот без объявлений войны обстрелял порты, корабли, укрепления и жилые кварталы. Черноморский флот России поднялся с якорей, чтобы дать отпор, но слишком поздно. Догнать турецкие корабли не удалось. Тут надо сказать, что эта атака выглядела довольно странной. Никаких стратегических результатов такое нападение иметь не могло. Ну да, было потеряно два корабля русского флота, 8 коммерческих судов, погибло 85 человек. Но, прямо скажем, это не Пёрл-Харбор. Вот одно то, что турецкий флот разделился на части, чтобы одновременно обстрелять несколько удаленных друг от друга городов, говорил о том, что цель нападения была, скорее, политической. Ну и как же на всё это отреагировали в России? Я бы сказал, с плохо скрываемым удовлетворением. А иногда даже вовсе не скрывая оного. Вот, например, профессор Георгий Тельберг написал в дневнике. Будем благословлять судьбу за то, что она посылает нам за раз два серьёзных испытания. Борьбу с немцами и борьбу с турками. Давно уже Россия не была под таким счастливым созвездием относительно восточного вопроса, как в настоящую войну. Ну и как же иначе относиться к этим событиям, если ещё в начале августа, то есть за пару месяцев до этих событий, сразу же после объявления войны Первой мировой, на уличных демонстрациях люди несли транспаранты «Крест на Святую Софию». Хотя вообще-то сама Османская империя, то есть будущая Турция, на минуточку в войну не вступала. Никакой Константинополь захватить нельзя было. Турция нейтральная держава. Тогда, в августе. На деле, вступление Турции в войну вообще, а на стороне Германии в особенности, было далеко не так очевидно. И в течение всего 1914 года российская дипломатия имела много шансов заполучить Османскую империю в союзнике. Ну, знаете, иметь шансы – это одно дело, а вот хотеть их использовать – это совсем другое. Министр иностранных дел Сазонов видел совсем другой шанс, прямо-таки исторический – присоединить к России колыбель православия. Легендарный Царьград, древний Константинополь. Ну, и это, понятное дело, невозможно сделать, если Турция твой союзник. Поэтому нужно было прикладывать серьезные усилия, чтобы не дать Турции стать союзницей России. Ну, и Сазонов с этим блестяще справился. Роль Турции в Первой мировой войне известна. На Кавказе русская армия сражалась с османскими войсками, ну, я скажу, весьма успешно. Еще во время Первой мировой войны произошел геноцид армян. На Западе, в Европе, больше помнят о катастрофическом сражении в Галлиполе, когда английский флот десантировал полмиллиона человек в Дарданеллах, и общие потери англичан, австралийцев и новзеландцев составили до 300 тысяч человек. И вот представьте себе совсем другую историю. Турция в союзе с Антантой, то есть рука об руку с Сербией и Россией, воюет против австро-венгерских сил. На Кавказ не надо оттягивать войска с фронта. И что самое важное, проливы открыты. И через них во Францию вывозится российская пшеница в обмен на вооружение. Звучит фантастично, но, вы знаете, для турецких политиков в 1914 году это не было фантастикой. И более того, для многих это было предпочтительным вариантом развития событий. Для того, чтобы верно понимать, что тогда происходило в Турции, надо смотреть на это не глазами русских или англичан или немцев, надо смотреть глазами турков. И вот посмотрим их глазами. 1914 год. Буквально два года назад Османская империя потеряла огромные территории в Европе. Турция проиграла Союзу Балканских государств. А вот эти территории, потерянные, были наиболее развитыми и населенными. Армия и флот турков в полном развале. Солдаты буквально ходят в рваной одежде. Армия устроена архаично. Турция заказывает постройку новейших дредноутов на английских верфях. Дредноуты – это такие огромные бронированные военные корабли. И по одному названию – дредноут – понятно, что они должны были внушать ужас и трепет. Так вот, нищая Турция собирала деньги на постройку этих кораблей буквально по сусекам. Была объявлена всенародная подписка, краудфандинг. Приходили пожертвования даже от мусульман из-за рубежа. Женщины отрезали и продавали свои косы, чтобы вложиться в эту покупку. Чтобы у страны были хотя бы парочка современных кораблей. В стране очень все плохо с экономикой. Турция прямиком движется к дефолту. Ее могут спасти только внешние займы. И никто не хочет Турцию кредитовать. Короче говоря, в 1914 году в Турции сложно представить себе что-то более нежелательное, чем вступление в войну. Но это еще не все беды. Год назад в империи произошла революция. И великий визирь был вынужден найти в отставку. И власть оказывается в руках Триумвирата. Трех человек. Энвер Паши, Джемаль Паши и Талаата. Это военный министр, морской министр и министр внутренних дел, соответственно. Постарайтесь их имена запомнить. Они в течение всей этой истории будут возникать постоянно. Ну, в общем, все эти три человека – националисты. Они члены партии «Единение и прогресс». И они выступают за реформы по европейскому образцу. За парламентскую демократию. Ой. Ну, тут, конечно, есть вопросики, честно говоря. Они за такую парламентскую демократию, когда страной управляет их партия. Ну, короче, вы понимаете. Ну, в любом случае, не султан, а парламент должен управлять страной. И вот этих вот людей и вообще политическое движение это называют «молодотурки». То есть, в отличие, понятное дело, от старых турков, которые сторонники сохранения старого порядка. Теперь посмотрим на Россию. Как вот Россия относится к войне с Османской империей? Я бы вот сказал, что с большой надеждой. Начиная с XVIII века, да, Россия последовательно отгрызает куски от южного соседа. Крым, Измаил, Бессарабия, Молдавия, Шибко, Варна, освобождение Болгарии, Сербии и так далее, и так далее. Главная цель – это священный Царьград. Второй Рим. Колыбель истинной веры. Источник российской государственности. Если вы не знали, даже герб России пришел из Византии. Ну и вообще, вот в XIV году объясните русским подданным, зачем нам надо воевать в Европе против немцев за французов, довольно сложно. Типа, что, союзнические обязательства? Ну, как-то неубедительно. Австрийцы напали на братушек-сербов, которые убили у них наследника престола? Ну, а нам-то вообще какое дело до этого? Ну, вот захват Константинополя и война с неверными – это дело понятное. И я бы даже сказал привычное. Более того, император и его министр иностранных дел Сазонов прямо ставили перед союзниками это вот условие для вступления в войну России на стороне Антанты. К России должен быть, наконец, присоединен Константинополь. И союзники согласились с этим условием. Вот у нас на дворе 1914 год. Летом начнется война, но зимой еще никто не предполагает, что ждет планету. Хотя в воздухе уже как-то там-сям носится ощущение, что Германия какая-то больно дерзкая. В мае 1914 года министр внутренних дел Талаат Паша, то есть один из трех вот этих правителей Турции, встречается в Крыму с Николаем Вторым и с министром иностранных дел Сазоновым. И Сазонов получает от Талаата неожиданное и даже удивительное предложение. О союзе с Турцией. Политика России в отношении Турции последние сто лет основывалась на борьбе, конкуренции и противостоянии. Это предложение реально удивительное. И тут можно понять из-за мешательства Сазонова и даже самого Николая, потому что придется перекраивать всю внешнюю политику. С другой стороны, в воздухе как-то попахивает большой войной. Может, полезно иметь союзника нового? Но вот Сазонов и Николай думают иначе. Турцию полезно иметь не союзникам, а врагам. И поэтому Талаат никакого внятного ответа не получает. Тогда турки пытаются зайти с другого конца и начинают налаживать отношения с Францией, с союзницей России. В мае Турция получает от Франции кредит на восстановление экономики в 100 миллионов долларов. И вот в начале лета 1914 года ситуация такая. Османы хотят заключить союзный договор с Россией. На английских верфях строятся турецкие дредноуты, а Франция дает кредит Турции. 28 июня 1914 года. 19-летний боснийский серб Гаврила Принцеп убивает в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его жену Чешку Софию Хоток. Пока что никто не предполагает, что это убийство окажется поводом просто к страшнейшей войне. Через несколько дней после этого в Париж по приглашению французского правительства едет Джемаль Паша, чтобы принять участие в военно-морских учениях. Отношения между Турцией и Францией просто лучше некуда. Но французы заметно скучнеют, когда Джемаль Паша озвучивает главную задачу своего визита. Он говорит, вы должны принять нас в Антанту и защитить от угроз, исходящих со стороны России. И он еще предлагает, я опять цитирую, сковать железное кольцо вокруг центральных держав. Центральные державы это, соответственно, Австро-Венгрия и Германия. Талат Паша обещает быть верным союзником Франции и Великобритании. Но французы ему говорят, блин, сорян, чувак, мы бы с радостью, да, но вход в это заведение находится не здесь, а в Петербурге. Между тем, на Балканах все как-то не слава богу. Прямо в это время австрийский кабинет министров решает объявить ультиматум Сербии. В общем, все начинают понемножечку напрягаться, но кажется, вот убийство эрцгерцога само по себе не настолько значительное событие, чтобы прям войну начинать. Кажется, что можно как бы договориться еще. Но напряжение присутствует, да. И вот еще османские военно-морские офицеры Джамалю во Франции говорят, блин, кажется, наши вот дредноуты в Англии уже готовы. Но англичане почему-то не хотят нам их отдавать. Они там говорят, что надо что-то подкрасить, подправить, но это все похоже на какое-то подозрительное затягивание времени, какая-то шляпа. А вы же помните, да, какой ценой Турция оплатила постройку этих кораблей? И Джамаль говорит, так, ребята, тут что-то дело пахнет керосином, давайте езжайте назад в Англию, принимайте недоделанные корабли, в каком бы состоянии они бы ни были, если что, все у себя дома докрутим. И тут, в общем, становится понятно, почему другой член этого правящего триумвирата, Энвер Паша, начинает искать союзников с противоположной стороны. Ну, как-то стремноватенько. Если у его коллег не получается найти взаимопонимание с Антантой, то, ну, что делать? Чтобы защититься от России, остается говорить с Германией и с Австро-Венгрией. И тут, знаете, взаимопонимание гораздо больше. Центральные державы от союзников не отказываются. 14 июля министр иностранных дел Австро-Венгрии, граф Леопольд фон Бертхольд, генерирует идею. Давайте, типа, заключим союз между Веной, Берлином и Стамбулом. 22 июля с таким же предложением к кайзеру Германии обращается и Энвер Паша. Ну, мысли Турции здесь понятны. А зачем, собственно, Германии и Австро-Венгрии нужна Турция? Ну, армия у них развалена, да, солдаты не умеют воевать. Но, вообще-то, все равно. На них отвлечется русская армия. России нужно будет держать силы на Кавказе, и проливы будут закрыты. А значит, зерно из России не уплывет во Францию и вообще никуда не уплывет, а в Россию не приплывет оружие. Дипломатический кризис продолжает развиваться, и 23 июля Вена предъявляет формальный ультиматум Сербии. И на следующий день, после объявления ультиматума, германский кайзер решил подписать договор об оборонительном союзе с Османской империей. И еще через три дня были согласованы основные пункты этого тайного соглашения. Оно стало тайным. И вот какие эти пункты. Следите. Если будущая война, которая кажется уже на пороге, в общем, если эта война произойдет только между Австро-Венгрией и Сербией, то и Германия, и Османы будут придерживаться нейтралитета. Если в войну, ну, на стороне Сербии, вступает Россия, то тогда и Германия, и Османская империя выступают в поддержку Австро-Венгрии. Турции за это обещали острова в Эгейском море, ну, это в том случае, если греки тоже полезут в эту заварушку, а также территории в Закавказье. Ну, этот вот пункт уже был очень расплывчато сформулирован без конкретных мест. В общем, не успели они подписать тот договор, как 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну с Сербией. В этот же день англичане реквизируют два достроенных турецких дредноута на своих верфях. И это было просто ужасным оскорблением. Возмутило общественность в Турции просто до предела. И тут надо еще понимать вот что. Участие в Турции в будущей войне, в общем-то, очень гипотетическое. И на чьей стране она будет воевать, пока что вообще непонятно. Договор, который только что заключили, тайный. Турция нейтральная, блин. Участие Англии тоже как бы под большим вопросом. Англия вступила бы в войну только если бы Германия напала бы на Бельгию. И то, я скажу, далеко не факт. Короче, я тут прошу прощения за этот запутанный клубок взаимных союзов и обязательств. Ну, в общем, суть в том, что вот тогда, в конце июля, далеко не факт, что Англия или Турция вступят в войну. И вот, короче, реквизиция дредноутов – это ужасно обидно и несправедливо. Зря, что ли, да, турчанки себе резали косы. Дальше все продолжает нарастать, как снежный ком. 1 августа Германия объявляет войну России. На следующий день между Германией, Австро-Венгрией и Турцией был, наконец, подписан этот многострадальный договор, потому что до этого он только как бы обсуждался, согласовывался. Ну, и все, кажется, да? Вы скажете, Турция перешла на сторону врагов России. По договору Турция должна объявить войну России. Да-да, сейчас вот чаю только попьем и обязательно объявим, да. 2 августа, то есть прямо в день подписания этого договора, великий визирь известил русского посланника в Стамбуле Михаила Гирса о том, что, дескать, австрийцы пытаются склонить Османскую империю к союзу против России. Но турки твердо будут придерживаться нейтралитета. Ну, Гирс, впрочем, не особенно ему поверил. И я тут, кстати, не удержусь, чтобы добавить, что с Михаилом Гирсом мы уже встречались. Он был послом в Пекине в то самое время, когда столицу из Китая брали русские войска в составе международной коалиции. Это выпуск 8-й и 3-го сезона. Короче, в Европе начинается перекрестное объявление войны всеми-всем в зависимости от заключенных ранее союзов. 3 августа Германия объявляет войну Франции. 4 августа Великобритания, к сожалению, для Германии, все-таки объявляет войну немцам. То есть не оправдали англичане надежды, полезли в эту кашу. И, надо сказать, ни одна Англия не оправдала надежд Германии. Была еще одна такая страна, которая не оправдала надежд Вильгельма. Это, знаете, Италия. Потому что Италия вообще-то была в союзе с Австро-Венгрией и с Германией. Но тут она решила что-то, блин, неохота лезть в эту заварушку. Давайте, пацаны, как-нибудь там без нас. И в итоге центральные державы, то есть Германия и Австро-Венгрия, оказались с одним дополнительным врагом и без одного союзника. Неприятно. А что Турция? Турция же, да, только что заключила союз. Она же должна объявить вот-вот войну России. Да-да-да, сейчас. Только вот кальян докурим и пойдем воевать. Третьего августа в Османской империи объявляют мобилизацию. В этот же день проливы заминированы. Из акватории были убраны сигнальные огни и буи. Проходить проливы стало возможно только на турецких буксиров. Это мгновенно очереди создало и, больнее всего, ударило по России. Потому что Россия – это страна, которая очень много зарабатывает на экспорте. И в первую очередь на экспорте зерна и сахара. Одесский порт тогда второй в России по общему грузообороту. И первый по отгрузке зерна. Самый главный порт – Петербург, а третий – Рига. И вот, значит, как-то проблемки, да, потому что из Петербурга и из Риги можно вывезти товары только по Балтийскому морю, а там как бы немцы. А из Одессы зерно в Европу можно вывезти только через проливы, а там как бы турки. И в будущем, когда Турция все-таки вступит в войну, это приведет к огромным проблемам. Вся коммуникация в результате будет идти через Архангельск и через Романов на Мурмане. То есть будущий Мурманск, который спешно строит прямо во время войны. Короче, закрытые проливы – это большая проблема. Но я не об этом говорю, да, суть в том, что, кажется, вот-вот, прям вот на днях Турция объявит войну России и Антанте. Сейчас вот у нас тут только лукума осталась доесть и обязательно объявим войну. И вот 5 августа в Стамбуле проходит встреча. С турецкой стороны на ней присутствует Энвер Паша, Талаат Паша, то есть вот эти вот члены Триумвирата, и великий визирь, принц Саид Халим. А с российской стороны – посол Михаил Гирс и военный аташе Максим Леонтьев. И там, на этой встрече, Энвер Паша предлагает русским заключить военно-оборонительный союз. Что? Это что вообще? Это типа знаменитая восточная хитрость, попытка запутать российских дипломатов. Ну, традиционно в советской и российской историографии эти события подаются как попытка просто затянуть время, чтобы дождаться более выгодного момента, чтобы вступить в войну. И, кстати, об этом выгодном моменте я чуть позже расскажу. Такая точка зрения понятна. Потому что мы знаем, что будет потом. Турция, в конце концов, докурит кальян, доест лукум свой и объявит войну России. Но только вот эта война будет объявлена только еще через два месяца, чтобы там не обещали турки немцам. Поскольку мы знаем будущее, оно для нас прошлое, нам кажется, что турки сейчас обманывают русских. Но только вы знаете, в тот день, 5 августа 1914 года, они обманывают вовсе не русских, а вовсе даже немцев, которым обещали объявить войну России. Что просят турки от России взамен? Гарантии территориальной целостности и три острова в Эгейском море. То есть почти то же самое, что у Германии просят. Гарантии территориальной целостности, в частности, означают, что Россия не должна поддерживать армян-националистов на востоке Турции. И это все очень осмысленно. Если посмотреть на ситуацию глазами Стамбула в это самое время, то перспективы войны на стороне Германии сомнительные. Италия в войну не вступила, а Великобритания напротив воюет. А, кстати, у Великобритании в Средиземном море серьезный флот. И в Азии очень много интересов, и вооруженные силы есть. Так что попытка уговорить русских определенно имеет смысл. Гирс обещает серьезно все это обсудить с Петербургом. И отправляет в столицу одну за другой пять телеграмм министру Сазонову. И помимо телеграмм к Сазонову приходит еще и турецкий посол в Петербурге, Фахредденбей. И предлагает то же самое. Союз с Россией. Надо решать. И решать очень срочно. У этого подкаста есть партнер. Ведущий в России провейдер облаков IT-инфраструктуры Selectal. И сегодня в специальной рубрике «Как это было устроено» мы разберемся в важном деле. Посол Михаил Гирс отправляет в Санкт-Петербург телеграммы. Дипломатические. И кажется, телеграммы тогда – это не самый надежный способ коммуникации. В том смысле, что телеграммы легко перехватить. И, кстати, да. Действительно. По крайней мере, содержание некоторых из этих дипломатических телеграмм становилось известно туркам. Разберемся, как это происходило и как защищали данные сто лет назад. Вся дипломатическая переписка, включая телеграммы, конечно, шифровалась. Отвечал за это специальный отдел в Министерстве иностранных дел, который назывался «цифирный комитет». То есть «диджитал» как бы. Но шифрованием и дешифровкой, естественно, тогда занимались вручную. В начале века криптография была довольно примитивной. Как это работало? Составлялись буквально прямо словари со всеми словами и даже фразами, которые необходимы в дипломатической переписке. Каждому такому слову или фразе соответствовало определенное число. Причем, если слово часто употребляют, то у него было много вариантов перевода как бы. Много чисел, которые этому соответствовали. Можно было брать любое. Дальше такой словарь отдавали сотрудникам посольства. Вот посол написал письмо или телеграмму. Сотрудники шифруют послание, то есть заменяют все слова там на числа. Потом идут просто на почту обычную, диктуют телеграфисту набор чисел. А в Петербурге потом это все расшифровывают. И такие словари меняются определенной периодичностью. Но не чаще, чем раз в несколько лет. Поэтому, чтобы перехватывать чужие телеграммы, надо просто подкупить телеграфиста. Или даже не подкупить, а просто обязать его сдавать все шифровки. И в Стамбуле, и в Петербурге, и вообще во всех европейских столицах. Местные телеграфисты, конечно, сдавали все зашифрованные дипломатические телеграммы своим спецслужбам. Ну вот, допустим, вы получили заветную шифровку. Что теперь с ней делать? Тут варианта два. Или украсть криптографический словарь. Или накопить большое количество данных. И желательно получить хотя бы несколько уже расшифрованных телеграмм через подкупленных сотрудников посольства. И так вот потихонечку можно понимать, что где написано. Довольно просто это устроено, да. И к началу войны шифры стали сложнее. Теперь зашифрованные телеграммы перешифровывались сверху еще раз. Например, в зависимости от текущей даты выбиралось под специальной таблицей дополнительное число, ключ как бы. И из первоначального шифра вычиталось это число. А потом в Петербурге, соответственно, прибавлялось это число. Ну, короче, еще было много вариантов, но в любом случае. В основе всех шифров начала века лежало одно свойство. Нужно было держать в секрете сам принцип шифрования. И если принцип известен, то данные, соответственно, сразу становятся скомпрометированными. Никуда не годились. Нужно сидеть и писать новый словарь. Сегодняшняя криптография работает ровно наоборот. Все важные алгоритмы всем известны и даже опубликованы. И сами зашифрованные данные тоже доступны. Они же идут через интернет по публичным каналам связи. Их перехватить не проблема. Даже телеграфиста не надо подкупать. А защита основана на сложном обмене ключами. И я бы вам про это с удовольствием рассказал подробнее, но это уже получится отдельный подкаст. А партнер нашего подкаста, компания Selectel, обеспечивает информационную безопасность систем своих клиентов. Данные хранятся на серверах в дата-центрах с ограниченным доступом. На инфраструктуре провайдера данные бизнеса защищены от угроз. Например, даже от вирусов-шифровальщиков и от другого вредоносного программного обеспечения. А также Selectel позволяет хранить и обрабатывать персональные данные клиентов именно так, как этого требует законодательство. И в единой панели управления можно развернуть всю инфраструктуру под любые задачи вашего бизнеса. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь на него. Итак, в Петербург летят одна за одной телеграммы о том, что османы всерьез предлагают союз. Надо срочно что-то решать. И мы пока что оставим посла Герса и министра Сазонова офигевать от предложения турков и вернемся во времени чуть-чуть назад. К концу июля, начало августа. У Германии в Средиземном море существовала своя эскадра. Ну, эскадра это звучит громко. Это, на самом деле, два военно-морских корабля. Супер-современный, новехонький линкор Гёбен и легкий крейсер Бреслау. И вот, не желая быть запертыми в Средиземном море, потому что здесь огромные эскадры британского и французского флота, корабли Гёбен и Бреслау идут на прорыв. Англичане думают, что корабли будут прорываться в Атлантику, через Гибралтар. Но неожиданно для всех корабли идут на восток. Куда они идут? В Турцию. Ну, как бы в союзную страну, которая вот-вот должна объявить войну России. Только вот, да, чай сейчас допьет и объявит. Как раз в это время турки пытаются убедить русских вступить в союз. Ретроспективно переговоры выглядят как попытка тянуть время и ничего не начинать до прихода вот этих самых немецких кораблей, которые усилят турецкий флот и в некотором смысле станут заменой реквизированных англичанами дредноутов. Но вот смотрите, 5 августа проходят переговоры в Стамбуле, когда турки делают предложение Гирсу и Леонтьеву. Только 7 августа Гёбен и Бреслау обнаруживаются в Игейском море. Становится понятно, что они идут не в Атлантику, а в Константинополь, в Стамбул. Тут легко начать подозревать турков в нечестной игре. И российские дипломаты совершенно справедливо выкатывают претензии османам. Типа, чуваки, это что за дела? Вы говорите, давайте дружить, а на самом деле ждете подкрепления от Германии? Нехорошо. Министр Сазонов требует от посла Гирса, чтобы тот в случае прихода кораблей в Стамбул требовал бы от турецкого правительства разоружения кораблей. Великий визирь в этот же самый день убеждает посла, что он не пустит немцев в территориальные воды, не будет нарушать нейтралитет Османской империи. И турки продолжают спрашивать у России, ну чё, ну чё, ну как, давайте подписываем договор, нет, да, нет. 9 августа Гирс отправляет очередную телеграмму в Петербург Сазонову. Вот что там написано. Военный министр ставит вопрос ясно и коротко. Турки убирают с Кавказской границы всё, что у них есть, собирают в ближайший срок сильную армию во Фракии и ставят её в наше распоряжение. В день, когда будет установлено соглашение, он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров. В заключение Энвер Паша ставит условия. Возвращение Турции, Западной Фракии и Эгейских островов. И заключение с Россией оборонительного союза на срок от 5 до 10 лет, дабы Турция могла быть обеспечена от мести своих соседей на Балканском полуострове. Генерал Леонтьев вынес убеждение, что дело может быть сделано, если только решение будет принято немедленно. Ответа нет. Гирс просто рвет волосы на голове от отчаяния, а немецкие корабли всё ближе и ближе. Гирс поцелует в Петербург ещё две телеграммы, где пишет, что предложение Энвера надо немедленно принимать, время не терпит, и если предложением пренебречь, то Османская империя точно станет на сторону Германии. Министр Сазонов диктует такой ответ послу Гирсу в Стамбул. Пока мы не получим ответа из Софии, то есть из Болгарии, прошу вас поддерживать в Энвере известную надежду на возможность получения из Петербурга благоприятного ответа. А потом он просит зачеркнуть последнее предложение и пишет вместо этого так. Имейте в виду необходимость в переговорах с Энвером выигрыша времени. Имейте в виду, что действий Турции непосредственно против нас мы не опасаемся. И вот в этот самый день, когда российский министр просит послать тянуть время, кстати, вот вы обратили внимание, тянут время, похоже, не турки, а именно русские. В общем, в 8.30 утра линейный крейсер Гёбен и легкий крейсер Бреслау входят в Дарданеллы, в пролив. Во второй половине дня немецкий генерал Кресс фон Крессенштайн, один из высокопоставленных военных специалистов турецкой армии, приходит к Энвер-Паше и требует от него разрешения на проход кораблей. А Энвер, да, он самый большой германофил в правительстве, но он говорит, что может дать положительный ответ только после разговора с великим визирем. Но фон Крессенштайн наставит на немедленном ответе. Времени нет, англичане как бы на хвосте. И тогда Энвер-Паша после нескольких мучительных минут дает согласие. Фон Крессенштайн требует, чтобы Энвер-Паша пообещал, что если английский флот войдет в территориальные воды Турции, то Турция встретит его огнем. Мы же типа союзники, у нас как бы договор, да, нет? А Энвер-Паша такой говорит, блин, мне надо посовещаться с визирем, я что-то не могу сам это принять. Но Крессенштайн требует ответа немедленно. И Энвер-Паша и тут соглашается. Не, ну на самом деле он рад. Это полностью соответствует его планам. Но он знает, что другие члены правительства не разделяют его убеждений, а они правят совместно. Он как бы не очень хочет принимать решения самостоятельно. Нам сейчас легко подозревать Турок в намеренном обмане, в затягивании ситуации. Но это только если считать, что и Талаат, и Джемаль, и Энвер, и визирь все действуют по заранее определенному плану, будучи полностью друг с другом согласными. Но на самом деле никакого плана и никакого согласия между ними нет. И поэтому в тот момент, когда визирь убеждает Гирса, что немецкие корабли не войдут в воды Турции, Энвер-Паша дает на это разрешение. Тут нет никакого плана. Тут происходит обычный совершенно хаос. Короче, что происходит дальше? Корабли приходят. Французские, английские и русские послы требуют от Турции разоружения военных кораблей и интернирования команды. Ну, типа, вы же нейтральная страна, да? Ну, давайте, вот, разоружайте немцев, как положено, по международным соглашениям. И вот, 11 августа, турки требуют от командира эскадры разоружить корабли. А немцы такие, в смысле разоружайтесь? Вы офигели? Вы должны были когда войну объявить? Вы вообще не в ту сторону воюете? Мы не будем этого делать? Мы не будем разоружаться? Короче, тупик. Надо явно что-то выбирать. И этот выбор точно покажет, на чьей стороне Османская империя. 11 августа вечерние газеты выходят с заголовками. Крейсеры Гёбен и Бреслау куплены за 80 миллионов марок у Германии. Лику и Турция у нас появились современные корабли. Ловкий, знаете, ход. Разоружать теперь ничего не надо, потому что, ну, типа, ну что вы, разве же это немецкие крейсеры Гёбен и Бреслау? Ну нет, это вам кажется. Это турецкие крейсеры Султан Явусселим и Медели. Видите, на матросах в Феске. И все от этого опешили, надо сказать. Но фиктивная покупка кораблей, а эта покупка, конечно, была фиктивной, и цифру 80 миллионов марок Энвер Паша просто с потолка взял. Вот, короче, эта покупка, во-первых, она снимает претензии Антанты, но, что главнее, она означает готовность Турции продолжать переговоры. Потому что, если бы турки хотели воевать на стороне немцев, тогда они бы просто послали нафиг требования Антанты. Да, но вместе с этим они не разоружили корабли, чтобы иметь запасной второй вариант. Ну или первый. Потому что как-то на Россию, похоже, сложно надеяться. Гирс опять отправляет телеграмму в Петербург. Только наше немедленное решение может спасти положение и нанести Германии непоправимый удар. Наряду с моральным эффектом надо учитывать и реальные военные выгоды, связанные с получением в свои руки двухсоттысячной армии, собранной в тылу наших возможных противников. И это был действительно кризисный момент. Германия всеми силами старалась втянуть в Турцию войну на своей стороне. Турция не очень этого хочет. А Петербург не очень хочет видеть Турцию своим союзникам. А при этом немцы всячески намекают русским, что Турция их друг. Бывшие Гёбен и Бреслау. Подходят по морю к российскому посольству. На палубах выстраиваются экипажи. По команде все снимают фески, надевают в фуражки и в течение двух часов по звуке судового оркестра исполняют Deutschland, Deutschland, Uber, Alice и Die Wacht am Rhein. Но турки все равно очень не хотят вступать в войну. Они реально ждут ответа из Петербурга. Посол Германии в Османской империи Ганс фон Вагенхайм отправил к Энверу капитан-лейтенанта Ганса Хумена. Что это за человек, Ганс Хумен? Он совсем не случайный. Капитан-лейтенант Ганс Хумен был другом детства и даже молочным братом Энвер Паши. И Энвер ему говорит, как солдат я типа всей душой за войну на стороне Германии. Но, вот я сейчас цитирую воспоминания Ганса Хумена, которые передают слова Энвер Паши. Как министр, он не может позволить себе руководствоваться эмоциями и обязан мыслить и действовать в рамках всех политических обстоятельств, с которыми сталкивается его страна. В итоге все закончилось буквально ничем. Чай выпит, лукум доеден, кальян докурен. Россия не согласилась на союзничество, а Турция, вопреки уже подписанному соглашению, не стала вступать в войну на стороне Германии. Вот такие вот дела. Критический момент прошел, а ничего не произошло. Идут дни, недели, а статус-кво сохраняется. Но при этом про-германская партия во главе с Энвер Пашой не сидит сложа руки. Военно-морской атташе в Турции Александр Щеглов сообщал. Вернулся из Константинополя. Положение тревожное ввиду захвата всей власти немцами. Энвер – полный диктатор. Во главе правительственных учреждений поставлены немцы. Почта и телеграф под немецкой цензурой. Ферман на проход судов визируется немецким офицерам. Все проходы с грузом задерживаются, несмотря на протесты, и грузы захватываются без расписок. На иностранных пароходах, кроме русских, разобщают радиотелеграф. 29 августа, через две недели после прихода кораблей в этого кризисного момента, страны Антанты, наконец, согласовали свое предложение Турции. И изначально оно звучало так. Три державы заявляют в Высокой Порте, что они готовы гарантировать неприкосновенность оттаманской территории и рассмотреть в дружественном духе требования, которые Высокая Порта пожелает им предъявить в области экономической и судебной. Со своей стороны, Высокая Порта обязуется сохранить строгий нейтралитет в продолжении конфликта, разъединяющего в настоящее время Европу. Не сказать, что это прямо сильное предложение, в любом случае оно запоздалое, но это еще я Вам прочитал только первоначальную версию, потому что министр Сазонов в последний момент добился от союзников добавления в текст уточнения гарантировать неприкосновенность оттаманской территории в продолжении настоящей войны. Что думают турки насчет этого щедрого предложения? В продолжении настоящей войны? Это сколько? Германцы на всех парах приближаются к Парижу. Антанта ничего не может им противопоставить. Две русских армии разбиты в Пруссии. Кажется, слова кайзера Вильгельма о том, что солдаты вернуться домой и не успеют листья облететь с деревьев, кажется правдой. То есть Вы нам гарантируете территориальную целостность на пару месяцев. Ну спасибо. Очень щедрое предложение. Конечно, это соглашение не было подписано. 3 сентября Триумвират плюс Великий Визирь проводят секретное совещание и решают, что они все-таки будут нападать на Россию. 5 сентября русский МИД официально предупреждает всех подданных России за границей при возвращении домой избегать пути через Константинополь. Но дни идут, а объявлений войны все нет. Кажется, это потому, что как раз в эти дни произошло так называемое чудо на Марне, когда французская и английская армии сделали все, что было нужно, в правильное время и в правильном месте. И, кстати, две разбитые русские армии тоже в этом поучаствовали. Для того, чтобы их разбить, германцам пришлось перебросить с западного фронта значительные силы. Короче, неудержимое движение германцев на запад забуксовало. Линия фронта стабилизировалась и стало постепенно понятно, что, кажется, немецким солдатам не светит вернуться домой до листопада. И даже, кажется, до следующего листопада. И Турция опять заваривает чаек. Но немцы все продолжают и продолжают усиливать свое влияние в Турции. Через Энвер Пашу, через своих военных специалистов в армии, через журналистов, через чиновников. Наконец, 23 сентября немецкого адмирала Вильгельма Сушона, то есть бывшего командующего немецкой эскадры вот этой, и капитана крейсера Гебен, то есть, да, простите, не Гебен, а его султан Селим. Короче, немецкого адмирала назначают командующим всем османским флотом. Еще через пять дней полностью прекращается любое сообщение через проливы, и урожай 1914 года окончательно застревает в Черноморских портах России. Что делать теперь с урожаем, совершенно непонятно. 24 октября морской министр Джамаль Паша отдал адмиралу Сушону, главе османского флота, приказ отправиться на маневры в Черное море. А еще Энвер Паша вручил Сушону второй секретный пакет приказов, в котором инструктировал османский флот атаковать русские военные корабли без объявления войны. Но этот пакет с приказами надо было открыть только при получении соответствующей радиограммы. Но адмирал был немцем. Он не стал ждать этой радиограммы, да и радиограммы никакой не было. Он открыл конверт сразу же, как вышел в море, и увидел долгожданные приказы. Он больше не хотел ждать, пока турки допьют весь свой чай, доедят лукум и докурят кальян. Утром 29 октября турецкий флот под началом немецкого адмирала обстрелял черноморские порты и города России. И это событие позже получило название «Севастопольская побудка». В России все крайне возмущены. По всей стране прокатываются патриотические демонстрации. Турки напали на нас без объявления войны. И вот кадетская газета «Речь» пишет об этом всем с нескрываемым торжеством. «Судьбе угодно было, чтобы мы одним ударом решили не только вопросы международного равновесия, не только вопросы национального освобождения, но и важнейшие для нас самих вопросы нашей национальной жизни. Турция подняла меч. Турция от меча и погибнет». Короче, ура! Турки расчехлились! Еще немного, Константинополь будет наш! Но вы знаете, даже в этот момент пророссийская партия в Стамбуле не теряет надежды хотя бы в нейтралитете остаться. Сушон действительно проявил самоволие. Но, с другой стороны, еще никому не хочется выставлять себя дураками уж совсем. Поэтому официальная позиция Стамбула состоит в том, что вот российский корабль «Прут», а он первым атаковал наш флот, ну и дальше как-то само, знаете, одно за другим пошло, и вот мы как-то бомбардировали все побережье одновременно, от Новороссийска до Одессы, но даже как-то вот сами не знаем, как так могло случиться. Короче, к Сазонову прибывает османский дипломат с ноты Великого Визиря, и там написано «Передайте министру иностранных дел Сазонову, что мы глубоко сожалеем, что враждебный акт, вызванным русским флотом, нарушил дружеские отношения обеих держав. Вы можете заверить императорское российское правительство, что блистательная порта не применит дать этому вопросу надлежащее разрешение, и что порта примет все меры к прекращению возможности повторения подобных фактов. Вы можете заявить ныне же господину министру иностранных дел, что турецкое правительство решило запретить флоту выходить в Черное море, и что мы, в свою очередь, надеемся, что русский флот не будет крейсировать у наших берегов. Я твердо надеюсь, что императорское российское правительство выкажет в этом деле такой же примирительный дух, как и мы, в интересах обеих стран». И это, конечно, выглядит как форменное издевательство. Но, кажется, это была последняя попытка пророссийской партии сохранить нейтралитет Турции. И если их последней надеждой был Сазонов, то, знаете, им можно было только посочувствовать. Сазонов не хотел упускать исторический шанс, который шел к нему в руки. Привезти к российской короне священный Царьград и заполучить выход к Средиземному морю. 2 ноября Николай II подписывает манифест об объявлении войны Турции. С точки зрения правительства России это была тяжелая, но выгодная сделка. Война будет непростой. Но Германия и Австро-Венгрия не смогут победить союзников Россию, Англию и Францию. А значит, Константинополь будет наш. И правительство было право. Германия, да, не смогла победить Антанту. Проблема только в том, что Россия не смогла победить Германию. Россия осталась без возможностей экспорта хлеба и импорта вооружения. Армяне получили геноцид, австралийцы и новозеландцы уложили своими телами Галлиполи, а вот Османская империя после войны прекратила свое существование. Распалась на несколько национальных государств, Энвер, Джамаль и Талаат бежали в Германию, власть в стране перешла к Кемалио-Татюрку. Талаат и Джамаль были убиты членами армянской националистической партии Дашнак Цутюн в 18-м и 22-м году, соответственно. А Энвер Паша был убит красными войсками в Туркестане, где он руководил басмачами и воевал с большевиками. А Константинополь и проливы остались турецкими. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогали Катерина Серебренникова, редактор, и Никита Дешевых, факт-чек. Я жду ваших классных отзывов в Эппле и в Кастбоксе. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok